Собирается геологий маршрут База геологов полярной экспедиционной компании Северный Таймыр, Субарктика, район озера Трех Сестер 26 августа 2021 года С утра температура поднимается выше нуля На базе сейчас живет и работает 11 человек Начальник поискового отряда Андрей Калмыков держит связь по спутниковому телефону На базе есть и интернет, но он очень-очень слабый Да, здесь целый поселок, геологов, они так и называют его поселок Балки вот на таких мощных полозьях, они были привезены сюда еще весной По Санному пути с побережья моря Лаптевых В июле месяце сюда завезли балки, три балка и одну дизельную станцию Вот установили, то есть еще здесь мерзлота была Пригодная для транспортировки на санном основании Вот, санатракторном Все, и так же уже вскоре, через буквально недели-две Залетел отряд, так сказать, геологов И вот установили палаточный лагерь дополнительно К тому, что было Установили спутниковую систему для связи непосредственно ватсап Вот, ну, обжили все это дело Приступили к работам Огромный генератор на жидском топливе А сколько вот завезли топлива, чтобы вот хватило на все освещение Ну, изначально 10 кубов Потом еще подбросили Это жилые балки, мужской и женский Обогрев, электроконвекторы, то есть теплофоны Все, электрические Вход в балок, жилое женское помещение Прихожая Зоня я тут великолепно спала Так, здесь вот такие Такой балок Нары Вот такое обиталище Здесь балки В отряде есть повар Марина не считает себя профессионалом, но готовит удивительные вещи Шеф-рош-помощниками приготовили красный торт Это что такое, Марин? Середка под шубой Александр Веселков Дизелист и электрик А также он по совместительству передает информацию по погоде в Хаттангу Для авиаотряда А сейчас какая сила ветра? 20 метров 15-20 Порывы Ну, до 25 А ветер, ветер гудит в растяжках Да, ветер сильный Вот на озере Барашки Так получилось, что в первый день я не успела посмотреть все в лагере И только когда ветер стих, на третий день Александр показал мне палатку начальника Ну, немного не прибрано, конечно Ну, отлично Это кабинет, жилой дом, можно сказать, начальника Вот такая вот интересная палатка Купольная Каркас Панера Напиленная рейками Все это соединено по определенной схеме Роман, рабочий в отряде Так же, как и Александр Дизелист Ждут вертолета В маршрут они не идут Так же в маршрут не ходит один из геологов Который занимается разбором проб А ищет здесь не только золото В основном полиметаллы Это вы сейчас образцы будете обрабатывать? И что там выявлять? Ну, потом будет отправляться в авторе для экспрессии Александр, рабочий поискового отряда Это номер своего участка, где он был найден Координаты И просеивается Упаковывают в зипы Далее отправляется в лабораторию для изучения Ну, а собственно, на сам поисковый маршрут Отправляется пять студентов Студентов геолого-разведочных вузов И начальник Пять студентов Это трое парней и две девушки Из Санкт-Петербурга И Красноярска Подъем в лагере у геологов В семь утра В восемь часов завтрак И в девять выезд на работу Мы едем примерно на десять километров от лагеря В район, который еще не был обследован Здесь, в районе поисков Каменистая горная тундра Да, заболоченность и понижение За рычагами вездехода Александр Александр местный житель Он из поселка Новорыбное Так как в лагере очень много Александров Его зовут Саша-танкист Начальник следит за движением Проверяет курс по GPS Александр, танкист Тоже, конечно, не дремлет Следит по приборам За движением За направлением За движением Среди тундры иногда видны Небольшие возвышения Но поиск ведется везде Не только на каменистых выходах За небольшим водоразделом На возвышенности Мы въехали в снеговое облако Снег Первый снег Ну вот мы на нужном месте И наш небольшой отряд Разделяется на два отделения Один Ну там есть, можно зайти в меню Обязательно базим А что, обязательно базим Начальник объясняет Джоре Руководителю второго отделения Линию движения Шуток 36 градусов Я запомню Задача каждого из двух подразделений Двигаться на определенном удалении Одного от другого По линии И через каждые 250 метров И через каждые 250 метров Производить поиски Ну а вездеход придет на конечную точку маршрута Заключительные инструкции Перед тем, как трое ребят Самостоятельно идут на маршрут На Таймыре Бурах медведей нет Однако, хотя район поисков Находится в сотни километров От ближайшего побережья Белые медведи Могут встретиться и здесь Это как защита? Конечно Всегда берете маршрут? Да Приходилось обороняться? Ну еще нет Мало богу, нет Мало богу, за два сезона Не пришлось обороняться А еще на Таймыре водятся овцебыки И некоторые из них могут быть опасны Ребята несут с собой рюкзаки Которые будут наполняться пробами Ты, Саня, понимаешь, что я не так буду писать? Да Как тут написано На маршруте надо делать описание места Откуда была взята проба Там же цель еще Да, видно А не твой, да Сколько километров надо отбрать? Ничего Надо было 10 А сейчас, видать, пойдем пьете Геологический молоток? Ну, его подобие Подобие Вообще Позор Да Вообще он не такой должен А вы, Андрюх, как далеко будете? Два-три команды Резиновые сапоги Мешочки для проб Необходимые элементы снаряжения Итак, тройка ребят уходит на маршрут Другая тройка Это начальник и две девушки-студентки Выйдут чуть подальше Второй маршрутный отряд Начальник Проводить не будем Че, ружье мне? Да Хе-хе-хе-хе Пожди Ой, ну ее просто, чтобы случайно никуда не дышать А это как оружие называется? Это Сайга Сайга? Сайга Сайга 62-39 Трудный Ну, так, если по этому 18-го года 18-го? Вот этот вездеход? Да То есть Новенький? Был А это прибор Можно сказать металлоискатель По нему можно определять Какой металл содержится в породе Вот такой солидный чехол от прибора Чтобы не разбить Нету коренных выходов? Тут Особо не посмотришь И сделаешь точку на плетение А где лучше? Ну, лучше какие-то ущелья Прям видно, что коренная порода И свежий скол берешь А где куку И так озъем Д我 В Нам нужен образец? Тут просто одни развалы. Продолжение следует. Какая задача? Что увидеть можно? Состав. Тут достаточно видны разные минералы. Вот розовенькое, это полевые шпаты. Черное, это слюда биотит. Вот блестит и отражает свет. Вот такое светло-серое со стеклянным блеском, это кварц. Но все равно не свежий скол. Не очень представительные образцы. Хороший образец должен быть вот такой с ладонь размера, со свежим сколом, чтобы можно было шлифы делать. Вот. Все какое такое. И надо стараться такое отколоть, да? Да. Ну у нас немножко непонятная задача. Нам с одной стороны попросили поискать руды, а с другой стороны откортировать граниты. Ну тут такая местность, что особо нечего смотреть. По ущельям, да, по горе идти можно. Интересно что-то найти. Иногда идешь в Курумники раз и найдешь что-нибудь там. Вот пару раз так нашла Малахит. Мне показали Малахит один раз, где он должен сидеть. И я все на следующий день нашла. Вот. Окей. Это мы определенное расстояние проходим от той точки. Да. Это сколько тут? 250 метров. Шагом. И здесь тоже осмотр. Да. 50 нечего. Без камней. Не важно какой грунт, не важно есть ли под ногами камни, и надо шагать ровно по прямой. 250 метров до следующей точки. Перитики в граните сульфиды железа. Но их очень мало. Гранит черный, здесь биотит. Белый кварц. И рыжий полевой шпат. Ничего особенного, да? Все как обычно. На первой точке были. Там будет крупное зерно. Плевого шпата. Там щебни, когда мы шли, мы видели прям много плевого шпата и очень мелкие зерна. Здесь вот такой средней зерности и мелкой зерности. Ну и различная степень кристаллизации, то есть. Здесь плохо кристаллы видно. На первой точке мы видели более оформленные кристаллы. С теоморфными гранями. А о чем это говорит? О температуре кристаллизации. О времени кристаллизации. Планомерно мы переходим от одной точки к точке. Саша отстает в одном месте. Вдруг мы слышим ее крик. Подождите! Что это? Это малахит. И вот тут мы видим такие блестящие, синеватые. Это зерна молебденита. А как ты его увидела? Как ты его обнаружила? Ну во-первых, я смотрю по ноге, вижу. Тут что-то фиолетовое. Думаю, фиолетовое. А я люблю фиолетовое. Там перейдет. Фиолетовое вот это? Ну да. Такого плана цвет он бросается. Потом это зеленое. Пожалуйста. Так и валяются у вас. Теперь не сомневался. Медь. Может быть медь, а может быть и молебден. А мы как раз ищем месторождение меди. Молебдена. С электронными приборами не так просто работать под мороси. Работает рация. Это ребята, что идут по параллельному с нами маршруту, выходят на связь. А мы определяем количество полиметаллов в породе. Что показывает? Показывает молебден. Ух ты! Молебден 1058. Это много? Да, очень много. Молебден. Тем временем к нам подходит вездеход. Больше половины маршрута пройдено. Можно оставить набранные пробы и перекусить тепле кузова. После перекуса маршрут продолжается. Снова через 250 метров описание места, отбор образцов для проб. Каждая проба складывается в холщовый мешочек, на котором помечается место и время сбора образца. Мы подходим к высшей точке маршрута. Здесь, в каменистой тундре, встречаются интересные камни. Они будто обелиски, специально поставлены вертикально. Все это проявление мерзлотных процессов. Замерзающая вода выдавливает, выпирает из почвы крупные частицы породы, большие камни. И они так и остаются на поверхности. Маршруты закончены. Мы возвращаемся на базу. Марина, Вовар встречает всех с вкусным ужином. Говоришь, два раза в день печешь или три? Бывает и три. По две штуки, да? На одиннадцать человек. Тяжелая работа у повара. Я почистила и положила, но не было. Это будет мой. Это я не знаю. После маршрута любой желающий может сходить в баню. Горячая вода есть всегда. В этом балке расположена баня. Здесь вот целый бак горячей воды. Умывальник. Можно легко голову помыть. В общем, все здесь. Все для людей. О! Кипящая вода. Одна из палаток на базе специально отведена под образцы пород. Все. А, нет. Медленно работает. О! Сушка проб производится тепловой пушкой. Тоже дизельной. Вот как-то так. Это вот те самые пробы, которые собираются через каждые 250 метров, но на маршрутах, да, которые мы вчера... Да, участки разные. Через 200 метров три участка. Потом один участок каждый 20 метров, ну, по изысканиям. Вот. Как-то так. Они высушиваются, эти пробы, да? А потом уже будет проводиться химический анализ уже по лаборатории. Высушиваются, размягчается, все это дело просеивается. Берется только, так сказать, пыль от них и в небольших уже пакетах отправляется. Пасуется по нескольким граммам, десяткам грамм. Подписывается все это дело. А так вы из Хатанги? Да, проживаю в Хатанге. Здесь 4 месяца нахожусь уже. Тоже стоит, вообще не шелохнется. Такие ветра были. Имеется на базе два вездехода всего. На которых ездим маршруты. Этот вездеход называется Монтера. Его доделал и переработал Александр. И приспособил к нему самодельный прицеп. Изначально техника себя показала очень плохо. В общем, всыпалась. Ну, разовая акция какой-то компании была, которая массово их произвели. Ну, построили, распродали. И исчезли с рынка. И вообще изначально 30-сильный двигатель стоял. Я все это заменил на японский мотор. Поставил 60-сильный коробку механическую. Главная передача. Легенда Хонда. И все. В общем, увеличил, так сказать, тяговое усилие. И общая грузоподъемность с тележкой до 1,5 тонн. Плохо видно. Система охлаждения тоже чисто мое изобретение. Прием воздуха сверху с забора. И через герметичный кожух непосредственно выброс в правый борт вентиляторами. Это, так сказать, охлаждение. Потому что на технике типа Argo все это дело раздувается по всей лодке. И там невозможно ездить градусов 80 в салоне в закрытом пространстве. Особенно это, так сказать, мое изобретение. А не какие-то обычные колеса от чего-то? Колеса китайские, диски, сердцевины вырезанные, вставлены фланцы с 8-миллиметровой стали. Так как родные не держали. Все тут вырывало, ломало. Вот. Сделал. Сделал и переходим. Вот этот прицеп, он изначально был одноосный. Тоже купленный. Вместе с этой машиной приобретен. Но далее уже модернизирован. Поставлен на раму. И установлены две балки. То есть внутреннее усиление для фиксации груза. Чтоб надежно все было закреплено. Так как и по склонам где-то приходится пробираться. Сегодня 26 августа. Отличная погода установилась. Вот совсем нет ветра практически. На озере Штиль. Я сегодня продолжаю свой маршрут. Сейчас ребята уезжают свой очередной маршрут. Разведывательный. А мне до мыса Челюскина остается всего ничего. Сплавится прямо отсюда около 100 километров по реке Гольцовой. Перейти пешком через водораздел к реке Серебрянки. И сплавится по ней почти до самого мыса. Всего около 200 километров по маршруту. Я счастлива, что на моем пути не повстречались настоящие геологи. Люди, шагающие по тундре с геологическими молотками. Романтики. Братья ветру и солнцу. Маршрихnam этого платежа Романтики. У derm 2013 в awakenatura. Ц ciel высоких ваттпппппппппппппппппппппппппср. Тр bats doe по andere только недалеко. Пр,. Романтики.